Всем доброе утро, всем большой привет! Сегодня субботнее утро, я тут нарядилась, непонятно зачем, просто у меня такое настроение. Вот для меня эта рубашка какая-то нарядная кажется, но я думаю, блин, ну, каких-то там праздников не намечается, и зачем ждать какой-то повод? Если хочется, нужно надевать эту вещь. Вот я и надела эту рубашку с объемными рукавами из нюшик. Я сейчас вам покажу в зеркале, как она выглядит. По поводу нюшик хочу сказать, что если сделать заказ сейчас, вот с 9 по 12 апреля, 9 уже прошло, конечно, я вовремя, и прислать мне номер заказа в комментариях, вот здесь, прям под этим видео, то вы будете участвовать автоматически в розыгрыше бесплатной доставки. То есть вы делаете заказ на нюшик, у вас там будет номер заказа, присылайте мне его в комментарии сюда, вы можете сделать несколько заказов вообще, как хотите. И 18 числа я подведу итоги, и, наверное, 19 объявлю победителей. Если там у меня 3 участника, то будет 1 победитель, если 10 участников, 2 победителя, если 23 и там так далее, и так далее. В общем, чем больше участников, тем больше победителей, вы выиграете просто бесплатную доставку. Вот, поэтому, кто хочет, заказывайте, я оставлю сайт нюшик в описании, и там же будет промокод на 20% скидку, там сейчас тоже распродажа, в общем, заходите, смотрите. В общем, так смотрится моя рубашка, мне очень нравится, и сегодня даже решила надеть свои шорты, вот костюмные, вот как-то вот. У меня такое официальное настроение, не знаю, еще и тренд, еще и грубые ботинки, думаю, будет интересно смотреться. На самом деле, я просто собираюсь на встречу с девочкой, которая мне отдаст товар на рекламу. В общем, никуда я так-то особо не намылилась. Потом зайду в магазин, заберу муати. Они еще вчера пришли, но у меня вчера не получилось забрать, я вот очень хочу их забрать, мне так страшненько, что они там лежат, бедняжки. Может, зайду к маме на кофе, и дома буду уже снимать рекламу. Очень люблю снимать рекламу, мне это нравится, особенно если какой-то красивый такой товар, качественный. Всегда берусь с удовольствием за такую рекламу. В последнее время у меня в Инстаграм хорошо с этим дела идут, и рады мои заказчики, чему я очень рада, потому что я всегда стараюсь делать хорошо. Я уже несколько лет делаю рекламу разную, и, конечно же, она у меня меняется, меняется ее видение вместе со мной, и стараюсь делать все время качественней, качественней, вот. И, кстати, у меня недорогая реклама. По поводу канала хочу спросить у вас, как вы относитесь к беседке. Вот помните, у меня была рубрика-беседка, где я поднимала какие-то темы и просто высказывала свое мнение. Причем темы задавали вы в основном. И дело в том, что я в Инстаграм спрашивала, какие от меня хотят ролики видеть люди, и многие писали, что не хватает моих размышлений. Вот если хотите, чтобы были такие видео, вот прям хотите, то напишите в комментариях под этим роликом, Диана, хочу, чтобы была эта рубрика, и предлагаю такую-то, такую-то тему. Вот какая тема наберет больше всего лайков, такую я и подниму. И вот, если это вам будет нравиться, если вам будет это заходить, я буду регулярно там, ну, раз в несколько недель, или раз в месяц выкладывать такое, чтобы быть ближе к вам. Потому что люди пишут, что мало от меня мыслей, вот, как-то им этого не хватает, моих размышлений. Но мне приятно, что люди от меня это хотят услышать, да. Вот, спасибо вам за это. Поэтому жду вас в комментариях, пишите там обязательно. Короче, я вообще решила обуть лофер, а не грубые ботинки, потому что струй там теплеет, в ботинках будет жарковато. И как-то я уж так совсем по классике оделась, поэтому решила и лоферы обуть. Что лоферы, они как бы, опять же повторюсь, это больше классика. Это вот эти вот костюмные все брюки, вот такие шорты, я думаю, юбки. И джинсы не каждая подходит под лоферы. Вот мои, которые такие как трубы, да, прямые джинсы, мне кажется, вообще не идут сюда. Поэтому вот. Узкие черные, если их обрезать, будут красиво смотреться, а те нет. Поэтому вот так. И сумочка моя. Тоже снюши, кстати. Вот. Весь образ практически собран из Китая. То есть рубашка, тренч, сумка, лоферы, колготы уже это Фаберлик. Шортики это бренд Вирна, украинский там магазинчик такой интересный. Так, это тут мои мотики золотые, распрекрасные. Это я купила нам с мамой к чаю или кофе манговые бобчики. Я, знаете, боролась с собой, потому что другие виды были по скидке. Но я думаю, я хотела маму угостить манговыми. Все. Не надо обращать внимание на скидки. Потому что манговые, наверное, самые крутые. Прям классные. А это на рекламу мне товарчик. Тоже вам покажу обязательно, если... Ну, я оставлю ссылку, потому что я оставляю, потому что хочу, чтобы вы заказывали со скидками. Реально, это мое большое желание. Потому что, ну, скидки хорошие. Чаще всего мне магазины дают. Я у них прошу, как бы. Я говорю, а мы можем сделать моей аудитории скидку, пожалуйста, там? Могу просто предложить. Что-то было бы здорово, если бы вы дали скидку моей аудитории. Мне приятно, чтобы вы не просто смотрели на какой-то товар, который я рекламирую, чтобы вы потом могли его выгоднее заказать, чем у других людей. Так, все это соберу и еду к маме. Да. Боже, как у тебя пахнет. К маме, как не придешь, как в отеле запахи. Чистота и вкусная еда. Ой, такая красивая, но маленькая. Овец? Угу. Так шарка. Что-то я добрый ветер дую. А, это же плачка дольки и понравилась. Что, он электризуется? Нет? Нет. Он электризовался. Да? Я хожу, он развивается. А ты что, не застегнутая? Тебе очень красиво. Он даже, я бы не сказала, что он серый, он какой-то с фиолетовым каким-то. Вот видишь, это освещение. Так не ему сильнее, только он принесет. А траками своими. Хорошо. Вот, я нам принесла к чаю. Чтоб ты попробовала, наконец-то, их. А что? Вот эти конфетки-бобчики. А, мам, говорится, конфеты. А где-то я все-таки в магазине у нас не видела. Ну, тебе бобчик. Знаешь, где бобчик продается вообще? Вот там они. Сейчас там другие виды по скидкам. Может, Роди купишь. Я не знаю, он есть такое, че нет? Да, есть, такое он есть. Ну, у него же типа конфетка, только оно вообще без сахара, без ничего. Может, ему понравится. Ему-то это понравится, понятно. Ну, у тебя совсем было ужасно. Сейчас хоть лучше. Ты не мажешь у тебя египетским кремом? Нет, я мажу сенофлана кремом. А тебе там, я вчера у Самвела немножко посмотрела. Крайне редко я могу что-то открыть у Самвела. Но вчера у него посылка была с Израиля, и там тебе какой-то крем взяли. Ну, какие-то там от ожогов, что-то, может, оно тебе поможет. Ну, это же не ожог у меня, просто кожа очень сухая. И я вот на ночь сенофлана намажу, и утром я встала, у меня практически пятен этих не было. Это от твоей воды, от того, что ты моешь посуду, моешь и перчатки. Ну, это не от этого вообще-то, это хуже становится. Ну, а как? Если ты ничего не делала? Мне кажется, она уже давно зажила. С ней ничего не делала. Ешь конфетку. Попробуй конфетку. Не хочешь ему беру? Не хочу, потому что... Я жалю, сегодня мойте, и хватит. Я заниматься опять начала дома так же. Он без сахара, да? Да. Я такое не видела, мы вроде бы не такое берем. Ну, надо и такое попробовать ему взять. Что это в шоколаде? Шоколад тоже, там, бельгийский шоколад, там в составе вообще сахара нет. Только шоколад и ман. Натуральный. Они еще есть яблочно-вишневые, яблочно-клубничные. Сколько такая шкачка стоит? 42 гривны такая. Ну, так зато натуральное все, да. Так что, возьми на заметочку. Ну, не, ну... Уже миллион раз о них рассказывала. Ну, для меня еще есть вообще. Такое можно, а вот пирог нет. Ну, папа сильно хотел. Папа. У меня с этими слойками, я снова кидала тарелку слой, и одна осталась. Он пришел вечером тоже, поел, купил эти слойки, не знаю, сколько штук. Вчера на обед сел, и осталось полторы штучки. И он ушел, и я отсел. А где мои слойки? А что ты решал вообще же у них твои? Ну, как бы, я что же... Устрашивался, да? Это, наверное, ты не могла их съесть. Это же я, она приходила чаще. Конечно. Я, кстати, их и не ела. А я что, самое это, крайнее. Он даже мысли не допускал, что я их могла съесть. Потому что ты всегда готовишь, ничего не ешь, он все съедает, и ты не успеваешь за ним, он думает, что ты не хочешь. А ты вот возьми, съешь пол пирога, скажи, я съела, я хотела. Слышишь, что сниму? Не, я не хочу, я не только хотела. Ладно, я спеку науку. Потому что я думала, ты подавилась уже, мама. Не, она... Не хватало еще новоселья номер два. Сам было не я здесь. Сижу, жду обед. Мама настаивает поесть. Ну, вообще, на самом деле, время уже может. Поем постных голубцов, постного перца. Не спрашивайте, пожалуйста, рецепт, потому что все готовится так же самое, как обычно, только вместо мяса грибы. Меня спрашивала одна женщина в Инстаграм. Я расписала, конечно, рецепт, но, ребят, это все очень просто. Вот иногда спрашивают у меня люди такие простые рецепты, которые можно просто открыть в интернете по первой ссылке. Это будет то же самое практически. И лепешки картофельные. Меня все спрашивали в прошлом видео. Я говорила, что я их снимала несколько роликов назад. Ребята, принесла я моти домой, наконец-то. Просто вам покажу, как они выглядят в упаковке. Сейчас раскрою. Их надо сейчас в морозилку засунуть. Мне говорила девушка, которая их готовит, положить их в морозилку, подморозить, и потом снимать пленку. И потом, я думаю, их можно в холодильнике хранить. У меня такие интересные вкусы. Малина-фисташка, манго-маракуя вроде, мачо-голубая, мачо-зеленая. Личи-розовая вода. Здесь прям очень интересные вкусы. Но я пока засуну в морозилку, а пробовать мы будем с вами, наверное, в следующем видео. Если захотите, дам ссылочку вам. Только что распаковывала свои подарочки. У меня тут такие шикарные бомбы для ванн. Смотрите, какая офигенная. Вот это первая. Такая розово-фиолетовая, большая. Она так пахнет. У них прям нереальные запахи. Вот это мне еще больше нравится, потому что сочетание цветов офигенное. Гляньте. Такая молочная с золотыми линиями бомба. У них прям сильные, невероятные ароматы. Там, наверное, масла какие-то. И соль для ванны у меня с шиммером. Какая-то ванна должна прям краситься в блестящую воду. Это уже круто. Так интересно. А вот, кстати, 10% на следующий заказ дарят, если отмечаете в историях, как многие магазины так делают. Это, конечно, хороший ход. Мне нравится. Ребят, я оставлю вам чисто для тех, кто пропустил рекламу в Инстаграм, промокод на скидку и сам магазин, чтобы, если что, вы заказывали со скидкой. Я прям, конечно, очень впечатлена. Все так красиво запаковано по пакетикам. И коробочка с этим наполнителем. И ленточка. Мне нравится, когда такой подход у людей к своим магазинам. И вообще, мне понравился магазин сам по себе. Как он оформлен, как все красиво сделано, какие составы, какие запахи и виды бомбочек. Ну, в общем, я когда буду растворять, тоже вам покажу. Наверное, в следующем видео это посмотрите. Думаю, вам понравится, как и мне. Там еще был такой лайфхак. Положить бомбочки к вещам, к белью, как к саше, чтобы они не хранились в ванной, и никакая влага не попадала. А вещи будут еще и запах приобретать такой классный. Раз я показываю свои новинки, то покажу вам, что вчера в Метро мы купили. Мы купили два новых стакана. Очень мне понравились такие. Немножечко футуристические. Такими, в принципе, не удивишь, но я такие хотела. У нас не было нормальных двух таких стаканов. Мне кажется, будет очень красиво смотреться. Ледяной кофе здесь, мачо. Вообще, любые абсолютно напитки, потому что очень красивый дизайн. Такие бокалы в Метро стоили по 35 гривен вроде бы. Не бокалы, а стаканы. Вообще, считаю, смешная цена для такой красоты. И вот, высокие красивые стаканы. Мне этого очень не хватало, очень хотела. И еще сейчас кое-что покажу. Еще очень хотела маленькую досточку, и купили мы в Метро тоже вот такую. Это для того, чтобы там завтраки готовить вечером, нарезать какие-то фрукты, все что угодно, потому что, честно признаюсь, мне иногда просто лень было доставать большую досточку. Вот, и теперь будет у меня такая маленькая, красивая деревянная досточка. Еще вот напоследок хотела у вас спросить совета, потому что я не знала, что делать. Не знала, что делать, помогите. У меня зелень как-то, вот рукола пошла, видите, как горизонтально она как будто бы лежит. Что с этим делать? Это повырывать или что? Потому что вот вроде бы нормальные стебельки вверх растут, а другие как будто бы легли. Подскажите, пожалуйста, что делать, потому что жалко будет, если что-то случится с руколой. Ну, базилик вроде нормально, да, растет. А петрушка, вон, первые ростки есть, но я пока не убираю пленку, потому что вроде должно быть их больше. Пожалуйста, подскажите. И мяту, мне кажется, пора уже сажать. А то вы говорили ждать еще какой-то корень, но мне кажется, больше не будет. Вот этот белый, это и есть корень, и что ждать-то? Такие вот дела. На этом закончу влог. В следующем будем с вами есть моти, принимать ванну. Короче, всякие дела такие интересные делать. Или не очень. Спасибо за то, что смотрели. Приходите в Инстаграм, чтобы не пропускать интересную информацию какую-то. Увидимся очень скоро. Хорошего вам настроения.